Полный контакт с Владимиром Соловьёвым Экономика будет неминуема, потому что всё меняется радикально Вот две истории, которые произошли за последние дни Одна из них, её уже обсудили Аргентина и Бразилия объявили о том, что они собираются создавать единую валютную систему С единой валютой И после этого президент Бразилии начал говорить, а не замахнуться ли нам, друзья, на Вильяма нашего Шекспира То есть на Бритц И вот тут очень интересно Дело в том, что есть ближняя перспектива, среднесрочная, а есть долгосрочная Вот с точки зрения ближней перспективы Валюта БРИКС преждевременная Нам нужна система расчёта А валюта не нужна, потому что объединить совершенно разные экономики по сути Ну, для примера Индия экономика импорта Россия тоже во многом экономика импорта Мы экспортируем очень мало товаров и в основном сырьевые Китай экономика экспорта То есть, иными словами, у нас разные задачи, разные проблемы А вот плазёжная система, альтернативная доллару, нам нужна Кстати, не исключено, что президент Бразилии её и имеет в виду А вот что касается валют То валюта имеет смысл Почему они вообще нужны? А по банальной причине Потому что вся система инвестирования в экономику Она точно так же, как и всё остальное, долларовая В России Россию уже от неё отключили Китай частично отключили Ну, Индию и Бразилию это всё ждёт по мере распада мировой долларовой системы И по этой причине необходимы новые инвестиционные инструменты В России это, естественно, рубль Но поскольку есть Евразийский союз А будет в достаточно осмысленном будущем Евразийская зона, которая там будет включать в себя Иран Скорее всего, Турцию и Арабский мир То нам тоже нужна своя инвестиционная валюта Отметим, что надеяться на Китай и Индию смешно Михаил Леонидович, объясни людям, что такое инвестиционная валюта? Это валюта, в которой можно делать инвестиции в свою экономику Да, да, да То есть непосредственно значение каждого слова понятно Но почему, например, для этого не годится тот же самый рубль? То есть какие должны быть требования к валюте, чтобы она воспринималась как инвестиционная? Она не должна восприниматься То есть инвестиции в этой валюте должны быть рентабельны Они должны приносить прибыль Рубль в России слишком дорогая валюта для того, чтобы в ней делать инвестиции Поэтому, по большей части... Она дорогая почему? Потому что она поджирается инфляцией, потому что ее дорого взять? Очень высокая ставка, да Ее очень дорого взять Я обращаю твое внимание, что... То есть инвестиционная валюта может быть та валюта, которую можно взять надолго и задешево? Да, совершенно верно Вот если ты посмотришь крупные российские компании, 90-е и 2000-е, которые развивались Они в основном развивались на западные деньги, на доллары Потому что они дешевые И кроме того, система обслуживания рубля Она для малого и среднего бизнеса очень дорого обходится Для крупных компаний нет Крупные компании, у них есть, у кого свои банки Кто, соответственно, является партнерами каких-то банков Кроме того, у крупных компаний есть доступ к бюджетным деньгам То есть у нас сейчас инвестиционный процесс в стране В основном идет за счет бюджетных денег Что, ну, в некотором смысле нонсенс Ну, как бы с точки зрения Запада То есть бюджетные деньги куда должны идти? Они должны идти в социалку Они должны идти в инновации И они должны идти в оборонку Ну, и там еще есть сельское хозяйство В Соединенных Штатах Америки Основные расходы это медицина и сельское хозяйство А у нас основной механизм поддержки экономики Вот из-за чего мы не рухнули, как рассчитывал Запад Потому что мы очень увеличили эффективность Да и объем бюджетных инвестиций Да, разумеется, еще есть куда расти Еще имеется... Мы не рухнули, как на Западе Потому как, говорил ты, у нас недостаток бешеный был в ликвидной массе И мы его нарастили Кроме всего прочего То есть компенсировали То есть мы нашу обезвоженную экономику Наконец-то хотя бы чуть-чуть полили из грядки Совершенно верно Но при этом еще Я думаю, что Запад Вот когда он придумывал санкции Я думаю, для тебя не является секретом Что санкции они придумывали до начала СВО Для меня они являются секретом Я под них попал До начала СВО Да, до начала То есть они нас собирались наказать за СВО Конечно До начала Да, так вот Фокус в том, что Они планировали эти санкции И их логику Исходя из своего понимания экономики Что самое главное Это финансовый сектор И основной удар был нанесен по финансовому сектору Но в России большая часть экономики К финансовому сектору относится с подозрением Кредитов не дают дешевых Счета иногда могут закрыть Залоговые активы занижают стоимость И занимаются рейдерскими захватами Ну та-та-та-та-та-та-та И в результате Когда начали бить по банкам Значит, малому и среднему бизнесу льготы дали Они сказали О, как Как хорошо Значит, соответственно Так им и надо Этим поганым банкирам Ну понимаешь, с философской точки зрения Они в общем правы Потому что российская банковская система Создавалась как клон запада То есть она по сути своей Является клоном запада И поэтому Она, ну скажем так Не заинтересована в поддержке Именно Российской экономики Реального сектора Ну вот С этим надо То есть вот это вот надо менять То есть надо сказать Прямым текстом Российская банковская система Существует для того Чтобы поддерживать Реальный сектор Российской экономики Если вы, банки Не кредитуете Оборотные средства предприятий Если у вас нету Проектного финансирования А вы по большей части Занимаетесь финансовыми спекуляциями То мы будем для вас Ужесточать условия существования Ну например Увеличивать резервирование Ну и так далее И тому подобное Центральный банк Не будет рефинансировать И так далее И тому подобное Но этим надо заниматься И тогда соответственно Через там лет 5-8 Можно нашу банковскую систему Сделать Ну как бы Не то чтобы Дружественной К российской экономике Ну по крайней мере Не враждебной Вот где-то вот так Как побеждать-то будем? Нам же сейчас Необходимо конкурировать При том Вот стало ясно Что Rheinmetall Тихонечко строил Новые цехи Чтобы нарастить Производство снарядов Американцы планируют Нарастить Производство снарядов Для своих Систем В 6 раз А это значит Что нам в одиночку Надо бороться С 50% Мировой экономики Ну если рассматривать В разделе ВПК А я не соглашусь Вот почему Дело в том Что в нашей стране Во-первых Наша экономика Не такая уж маленькая Во-вторых У нас в стране Доля экономики Относительно всей У нас совершенно По-другому экономика У страны Больше чем у них То есть У них есть Свои Проблемы Они Могут Объявить О наращивании Но реально Нарастить То есть Увеличить Долю своего Оборонного Комплекса Относительно Все остальные Их экономики Это не так-то просто Почему? Это потребует Довольно большие Объемы энергии То есть Иными словами Подскочит цену Это потребует Довольно большое Количество инженеров Которых нету И которых надо Где-то взять И это тоже Стоит денег И так далее И тому Подобное Никогда Никого не останавливают Когда речь идет В этой войне Они целый год Требуют больше денег Но их дают А нам надо Каким-то образом Взять и нарастить Все объемы производства Ну Соответственно У нас Теоретически Для этого Все возможности есть Практически Ну да Действительно Это означает Что мы должны Переходить К той самой Мобилизационной Экономике Которую так Все боятся Наши Олигархи И прочие Дружественные Им Персонажи А боятся Они по совершенно Банальной Причине Да Вот помнишь Такой плакат Во время Великой Отечественной Войны Ты записался В гражданской Войны Ты записался Добровольцем Первый элемент Перехода К мобилизационной Экономике Это восстановление Персональной Ответственности Вот Если ты посмотришь На чиновников То они В массе Свои Именно в массе Да каждый Конкретный Он Вроде бы Готов Но в массе Они просто Их Трясет От одной мысли О персональной Ответственности И такая же ситуация С очень Многими Предприятиями В которых Имеются Целые кучи Сейчас же все Очень сильно Размыто Есть Какой-то Совет Директоров Есть Какие-то Акционеры Есть Общее Собрание И директор Когда ты ему Горишь А вот как же Ты же должен был А ты не сделал Он говорит Ну я ничего не мог Мне тут помешали Туда-сюда Банк не дал кредит Вот абсолютно Невозможно Вменить ответственность Например Оборонке И не вменять Ответственность Другим Финансовой Системе В частности Мне Колоссальное количество Приходит Разных писем Когда люди говорят Вот наше предприятие Оборонное Висит на волоске Потому что Его много лет Разворовывали А теперь Когда пошли Заказы Все деньги Идут на Выплату Старых Долгов И мы Ничего не можем Сделать И в результате Эффективность Работы Нашего предприятия Крайне Низка То есть А форма Собственности Этого предприятия Какая Что Уровень Напряженности В мире Будет Не Михаил Леонидович Я согласен Вопрос в другом Форма собственности Какая А это Зависит От того Какое Предприятие Если чисто Оборонное Предприятие Оно должно Быть государственным Да Должно быть Но очень часто Та ситуация Которую ты говоришь Связана с тем Что это частное предприятие Работающее на оборонку И разворовали Те же самые Хозяева Которые сейчас Говорят А простите нам То что мы Разворовали А когда ты им говоришь Давайте отберем Ваши активы Появляются Такие Как Потанин Который Говорит Что Конфискация Активов Скрыта Или явная Форма Воровства И это Приводит К разрушению Инновационного Климата В тех странах Где подобные Решения Принимаются Зачем же Повторять Ошибки Других Надо На чужих Ошибках Учиться Тем более Что мы Свою Прививку Уже Получили В 17 Году И все Помнят К чему Это Привело Поэтому Надо Просто Вспомнить О том К чему У нас Прививка От Неуважения К лично Свободным Людей Права Собственности Привела Так будем Посвокуматься Говорить Плохим Последствиям Надо Просто Уметь Воздержаться Потанин В каком То своем Мире Живет А залоговые Аукционы Это не Есть Воровство Ну так О чем Я и говорю Которые Придуманы Были Лично Владимиром Потанином Придуманы Лично Потанином Я напоминаю Может быть Потанину Может быть Всем остальным Что во Франции Нет Он по-моему Даже где-то Об этом говорил Впрямую Что это была Его идея Нет Это его идея Я знаю Я Вот момент Министерства Экономики Работал Я очень хорошо Помню Как эта идея Была Потанин После этого Или до этого Стал ненадолго Вице-премьером Он Это было Сначала Объявлено А потом он Стал Вице-премьером Сразу же после Вот Значит Дело в том Что если взять Например Францию То в 50-е 60-е годы Они там регулярно Что-то национализировали А потом обратно Приватизировали В некоторых странах Кстати Приватизацию Проводили Потом отменяли За воровство Потом опять Проводили И опять Отменяли за воровство В Бразии Кажется Извини А Великобритании Которая проходила И приватизация И деприватизация Но вот правильно Пишет Александр Михайлович Бабаков Он пишет Надо в частности Изменить функции ЦБ И записать его задачи Не столько Поддержку курса А социально-экономическое Развитие страны Надо Надо И кредитование Реального сектора Я про это уже говорил На Центробанк Должны заставить Банки кредитовать Конечно То есть надо Поэтому функции Изменить Центробанк Да Все 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 очень просто Предприятие Национализируется Оборонное Долги его Замораживаются Выводятся В специальный фонд И по каждой Копеечке Открывается Проверка Это долг Который В связи с работой Или это Вывод капитал И если Это вывод капитала То Как бы Следствие Суд Тюрьма Сибирь Все как полагается То есть В этом смысле Проблем вообще никаких Вообще Никаких Но просто Это нужно Принять Как вещь Абсолютно Необходимая На сегодня Потому что Те люди Которые Приватизировали Предприятие Они же Прихватизаторы Они же Никогда не были Предпринимателями Они привыкли Что предприятие Это источник денег То есть Они ставят Директоры Говорят ему Ты нам Должен Каждый месяц Платить столько А еще Оплачивать Наши Персональные Самолеты Автомобили Ну и все остальное Дальше В какой-то момент Директор говорит А денег нету Больше Ну вот нету Говорит Отлично Бери кредит И продолжай Нам оплачивать А как я буду кредит Возвращать А наше Какое дело Мы владельцы Ты нам обязан Вот это вот Типовая система Отношений Таких вот Владельцев С руководством Предприятия Понятное дело Что никакое предприятие Так выжить не сможет Ну вот и все То есть вот с этим Нужно заканчивать Иначе они все умрут А как ты с этим Закончишь-то Ну Миш В нашей стране Вот взять и с чем-то Закончить Что само по себе Что ли По мгновению Волшебной палочки Ну а как Это делается Всегда одинаково Проявляется Политическая воля То есть появляются Люди Которые говорят Мы соответственно Вот так надо сделать А Верховное руководство Говорит Вот смотрите Появились люди Которые Правильно говорят Вот так и надо делать Самое главное Что в этой ситуации Знаешь В чем вся Прелесть Нашей Нынешней ситуации Что у Верховного Клонкомандующего А если он Начнет это делать Будет поддержка Он пока как бы Движется в этом направлении Но сильно медленнее Чем считает народ Будет поддержка 90% Народу Да Приватизационная Элита 90-х Практически вся Будет Против Ну Ботанин Нам это сказал Но если создать Систему Прямой поддержки Народа А это в нашей стране Технологии Отработаны То в этом случае Вообще никаких Проблем Не будет Другое дело Что надо Очень аккуратно Это делать Для того Чтобы Не начать Там устраивать Погромы Поджоги Ну и И прочее И прочее Понимаешь Это Как бы Русский бунт Бессмысленный И беспощадный Штука опасная И поэтому Надо По возможности Его Как бы Предотвращать Но Поддержку Народа Нужно Безусловно Использовать Для того Чтобы Вот эти Вот Вещи делать В частности Национализацию А национализация Это Что Ну вот реально Что произойдет Что значит Национализация Ну и Мы переписываем С тех Которые должны Миллиарды на себя Забираем Их Обязательства Не отбираем У них Яхты Самолеты Дома В счет долгов И просто Даем им Тихо уйти Красиво У них Не может Быть Самолетов И яхт Если у них Не будет Этих Предприятий Это все Дорогое удовольствие То есть Фактически Они свои Самолеты И яхты Содержат На те деньги Которые они Вытаскивают Из нашей Общей экономики Потому что Они когда-то В 90-е годы Оказались Как бы Друзьями тех Кто сидел В госком имуществе Друзьями Приятелями И так далее Вот какая Картинка Нет Я просто Национализация Слишком Просто Почему Просто У тебя При этом Люди Которые Руководят Директору Наемному Абсолютно Наплевать Отчитываться Какому-то Абстрактному Владельцу Или Да конечно Наплевать Директора Как правило Сами сидят Глубоко В схемах И хорошо Понимают Как Ну что Нет что ли Полный Контакт В эфире Владимир Владимирович Корнилов Подпишитесь На телеграм Канал Корнилов Доброе утро Владимир Владимирович Здравствуйте Владимир Владимирович Ну что Как вам В новых Реалиях Живется Ну Я в этих Реалиях Живу давно То есть Просто Меня удивляет Как долго Доходят До некоторых Граждан Каковы Эти реалии Это Третья мировая Война Мы долго Объясняли Гражданам Про то Что Запад Настроен Серьезно И воюет Уж точно Не По поводу Украины А по поводу Разрушения России Нам Вы знаете Многие Не верили А кстати До сих пор Поражаюсь Иногда Некоторые Так спокойно Об этом Говорят Как о чем-то Потустороннем Я вспоминаю Я когда В Москву Переехал И Это сколько Лет Пять Шесть Назад И Слышал От Различных Москвичей Такие слова Как А как вы думаете Война будет А я все время Поражался Говорю Так вот Вот она Вот идет Вот тут же От Москвы До Войны Проехать Собственно говоря Несколько часов На машине Вот Она идет Бомбят Стреляют Убивают Но всем Казалось Что это Где-то Далеко Знаете Как где-то В Сирии Там Или еще Где-то Ну вот Теперь Мы понимаем Прекрасно Что война идет За Россию Война идет Против России Война идет На уничтожение России И вот Всем Кто еще Сомневается Не верит Думает О чем-то Другом Я рекомендую Послушать Те самые слова Анны Лены Бербак Которые она Произнесла Официально Как министра Иностранных дел Германии Произнесла В ПАСЕ Те слова Которые вы цитировали Собственно говоря О том Что Германия Точнее Мы все Германия Европа Воюем против России Это по сути дела Официальное Объявление войны Из уст Одного из высших Чиновников Ведущей страны Евросоюза Ведущей Одной из ведущих Стран НАТО Ну так считалось Во всяком случае Теперь-то мы Видим Шольц подтвердил Это что она Не просто не ведущая Она Ну как сказать Ведомая Она подчиненная Она лишена Субъектности Вот о чем Путин Вчера выражал Сожаление В университете Будучи в московском И кстати Если Шольц Думал Что вот Теперь он Примет Такое решение Полностью Перечеркнувшее Всю Сущность Послевоенной Германии Всю концепцию Существования Послевоенной Германии Всю политику СДПГ Вот Все Что Олицетворяла Собой Германия Его партия Он сам Все что Говорил он сам Да Вот И после этого Его зауважают На западе Его партнеры Хозяева Да Вот он Сомневается Сегодня Если хотите Вон посмотрите У меня в телеграм-канале Какую карикатурку Я у себя Сразу Репуснул Да Да Нет ребят Вы У меня ощущение Что сегодня Техническая служба Вообще Без башки То есть Просто Без башки То есть Это вот Это что-то Уникальное То есть Прям вот Смотришь И удивляешься Ну Ну Просто Вот Называется Люди от критики Впали уже В состояние Невменяемости Все уже Оттас Уже голова Не мысль Который Сегодняшний Дэйли Телеграф Водружение Деревянного Шольца С солдатами НАТО По известной По известной Фотографии Значит Сделано То есть Шольц Все равно Деревянный То есть Это не он Принял решение И эта картинка Лишний раз Показывает Те же британцы Те же поляки Которые Давили на него С требованием Немедленно Согласись На передачу Танков Украинских Украине Вот теперь Над ним же Истебутся По большому-то счету Он посмешище В глазах Всех тех Кто вчера Рукоплескал Его решению Решению Об отправке Немецких танков На Украину Ну а то Что немецкие Танки С крестами Пойдут Значит По Опять-таки По украинской По земле По земле Исторической России Ну это Что ж Это теперь Пришло Время Уже теперь Нам всем Петь Вставая Страна Огромная Идет Священная Война И в этом Смысле По-моему Уже ни у кого Не должно Остаться Сомнений Идет Война На уничтожение России Если кто-то Сомневается Рекомендую Послушать Почитать Интервью Сенатора Линдси Грэма Который Посетил Недавно Киев И теперь Вот дал Интервью Шпигель Где он Прямо Четко Говорит О том Что Вы поймите Немцев Убеждает Почему нужно Дать танки Украине Это же Исторический Уникальный Шанс Сложившийся После Второй Мировой Войны С тем Чтобы Сломать Хребет Военной Мощи России И при этом Не посылать На войну Американцев Или немцев Человек Прямо Открыто Говорит Смотрите Как здорово Нашлись Те идиоты Которые За наши Интересы Против России Будут Гибнуть Погибать И Наконец-то Сломают Хребет Этому Государству Ненавидимому Мною Линдси Грэмом Или немцами Фрицами И прочее Вот И одновременно Появляется Заявление Леха Валенца Бывшего Президента Польши В польской Прессе Ну чуть ли не Слово В слово Мы Вот Возник Исторически Уникальный Шанс Наконец-то Значит Отомстить За все Беды За все Страдания Поляков Наконец-то Появился Исторический Шанс Который Выпадает Раз в Поколение Я Когда Можно Победить Россию И если Мы сейчас Не воспользуемся Если Германия Не воспользуется Этим шансом То Наши Будущие Поколения Нам не Простят Это к тем Кто Сомневается Что Ставят Своей целью Все эти Шольцы Байдены Бербаки Валенции Грэма И прочее Они ведут Войну На уничтожение Нашего Государства Нашей Родины Вот Никаких Сомнений Быть не Должно И кстати Сегодняшняя Британская Пресса Просто Пищит От восторга Я не знаю Сейчас видно Не видно Вам будет Гляньте Обложка Дейли Мира Мир Объединился Против Зла То есть Они Ведут Войну Против Зла Которая Олицетворяет Собой Россия Российское Государство Как таковое И когда Байден Вчера стоял И заявлял Блеял Там опять Заикаясь По поводу 31 Абрамса И сопутствующих Всевозможной Техники Которую он Отправляет На Украину Слушайте Вы знаете Я вот Слушал Слушал Что это Война Против Зла Война За Свободу И Прочее Я думаю Где-то я это Слышал А потом Вспомнил Это же по сути Дело Ну убей Там Ясное дело Про белую расу Он ничего не сказал По понятным причинам А в принципе Это чуть ли не Вот повторение Того самого Программного Тезиса Из Майнкампф Которые Сторонники Нацизма Неонацисты Сейчас используют Для того Чтобы свой Этот символ 1488 Обосновать 88 слов Они насчитали Значит Гитлера В этой фразе Где он говорит Что мы боремся За наше существование За свободу И так далее То есть Вот то что сейчас Говорит Байден Повторяют его Политики Это те же самые Гитлеровские Тезисы В том числе Которые Озвучивал Свои речи 22 июня 1941 года Объявляя Точнее Объясняя Немцам Почему он Напал Вероломно Без объявления Войны Напал на Советский Союз Мы должны Защитить Само существование Нашего народа И будущее Для белых детей Совершенно верно Да И будущее Для белых детей Вот Байден Разве что не сказал Про белых детей А так Те же самые Свободы Демократии Да я могу Сейчас У меня вот Не хочется Конечно Гитлера цитировать В вашей передаче Но Я маленькую цитатку Из этой знаменитой Первой части Этой главы Восьмой Из его Значит Мы Ведем борьбу За обеспечение Пропитание Наших детей За чистоту Нашей крови За свободу И независимость Нашего отечества То есть Про историческую Миссию Которая возложена На него Творцом вселенной Байден тоже говорил По большому счету Вот это цитата Из тех самых слов Гитлера Которую Во многом Сейчас он повторяет И в этой связи Опять Надо возвращать Плакаты Времен Великой Отечественной Войны Ничего даже Придумывать Не надо По новой Немецкие танки Здесь не пройдут И всевозможные Другие Исторические Плакаты Теперь можно Спокойно Опять Вывешивать Распространять В том числе И в Германии Чтоб они Не забывали Все-таки Чем закончили Их дедушки Бабушки Когда пошли На войну Против русских То есть Это полезно Напоминать Я кстати Думаю Скорее всего В конечном итоге Шольц Или кто там Будет Вместо него Примет решение И затереть Те надписи В Рейхстаге Которые До сих Конечно Да они еще Слушайте Они на нашей памяти Еще и Гитлера Реабилитируют Ну да Там кое-что Значит Подправят В его Высказываниях А в принципе Да уже Реабилитация Как минимум Нацизма Многих Нацистских Идей Она произошла И В конце концов Поддержка Украины Где На вполне Официальном уровне Славят Нацистские Лозунги Нацистский Коллаборационизм Используют Нацистские Символы Вроде этого Волчьего крюка И так далее Посмотрите Какой снимок Не возьми Вечно там Символ дивизии СС Мертвая голова Проявляется Или дивизия СС Галичина Но это же Все не случайно И все это Поддерживается Тем же Байденом Шольцем И прочими Европейскими Деятелями Так что Реабилитация Нацизма Происходит На наших глазах В виде В том числе Поддержки Откровенно Нацистского режима При этом Вы же понимаете Что Любое упоминание О том Что это Нацистский режим И там Реабилитируется Нацизм Сразу Записывается В российскую Пропаганду В русскую Пропаганду И даже В общем Не собираются С этим Это обсуждать На серьезном уровне Это запрещено Как предмет Для дискуссий Если где-то Всплывает Какая-то Статья О том Что Ну подождите Ну там Там же Вот смотрите Вот Нацистский символ И так далее Сразу же Этого человека Записывают В агенты Кремля В агенты Путина А понимаете Сейчас получить Ирлык Агент Путина Или агент Кремля Это сразу Выпасть В маргинет Это сразу Выпасть Со всех Страниц Западной Прессы Сразу Стать Изгоем По большому Счету В экспертном Сообществе Либо наоборот Вот например Financial Times От 25 января 2023 года Вот они У себя На первой Странице Разместили Господина Пригожина Не-не Ну так Это о чем Статья Вы знаете Я попытался Ее вчера Прочитать Она огромная На самом деле Они же выдали Это как Эксклюзивное Расследование Своё Financial Times Да Ну я думаю Наверное Там действительно Выносятся Как смотрите Вот Вагнер Какая-то Группа Ее признали Преступной Значит Решением Американцев Ну думаю Что-то ж Наверное Откопали Там нашли А в общем-то Они все Что сделали Это Исследовали Судебные Записи Каких-то там Судебных Дебатов В британских Судах И вся Статья Вот это Большая Уникальное Эксклюзивное Расследование Financial Times Это о том Как смеют Британские Адвокаты Некоторые Значит Защищать Россию Русских Группу Вагнер Которая признана Экстремистской Террористической В Соединенных Штатах Америки Ну поддерживающих Точнее Экстремизм И так далее Ну и вот Интересно Какой экстремизм И где Они поддерживают Но в этом плане Смешной ответ Господин Пригожин Он пишет Многие президенты Готовы платить Любые бабки За то Чтобы попасть На первой странице Financial Times Кстати Никакие санкции Не помешали Financial Times Получить от моих Агентов Деньги Для того Чтобы поставить Мои фотографии На первую полосу Ну вот Реклама такая Так еще И Пригожина Там же символ Это символика Вагнера Что тоже В общем-то Немало денег По идее Для любой компании Но меня удивляет При этом Знаете Кто сейчас Вообще Своё грязное Мурло Открыл На Пригожина Некто Гиркин Скрывающийся Под погонялом Стрелков То есть Ну просто Охреневшее Ничтожество Которое Даже до фронта Знаете Не смог Добраться до фронта Примерно то же самое Что не найти Собственную жопу При дневном освещении Значит Это ничтожество Открывает рот И начинает Что-то на Пригожина гнать Что вызвало Бешеную Справедливую реакцию Со стороны Вагнеров То есть Они говорят Мужик Ты вообще Кто такой Я давно Не комментирую Его если честно И мало Обращаю внимание На его заявления Порой Совершенно Не связаны Особенно Вот Последний раз Когда вдруг Мелькнул он Это меня почему Поразило Задело Когда он сказал Что взятие Солидара Да это ничего Так стратегическом Значении не меняет Вот Славянск взять Вот это да Я так думаю Ну конечно Это хорошо Славянск взять Но еще вспомнить Кто его сдал И почему Теперь то конечно Ценой значительной потерь Жизни Мы вынуждены Возвращать города Значительные территории Которые от Донецкой Республики Были Отобраны Украинскими боевиками В свое время Но уж точно Не человеку Который решил Сдать Славянск Теперь говорить А вот Когда возьмем Славянск Тогда и будем Говорить о победах То есть В этом смысле Я стараюсь Особо Не вникать В его заявление По большому счету А то что Кстати Украинские Телеграм-каналы Сейчас сообщают Что в их сторону Летит около Пятидесяти ракет Летит что? Около пятидесяти ракет Сейчас Украинские Телеграм-каналы Сообщают Что летит На их территорию Ну что ж В конце концов Эскалация войны Это не наш выбор Запад Выбрал этот путь Вести К эскалации Конфликта На Украине Мы были против этого Мы призывали К тому Чтобы это не делать Другое дело Вы правы Совершенно Надо бы За призывами Все-таки Еще Что Какие-то Практические Конкретные Действия То есть Нельзя все время Говорить о красных Линиях А потом Делать вид Что Они не Перейдены Да Мы Наблюдаем Как Запад И причем Это тоже Все предсказывалось Мы не раз Говорили Запад Тестирует Наше терпение Тестирует Эти красные Линии И если Никакой Реакции Дальше не следует Они идут Дальше Если сейчас Не последует Никакой Реакции На все Эти танки Которые Двигаются Против Русских Войск Скоро Вступят В бой То Обязательно Несомненно Завтра Будут Самолеты Дальнобойные Ракеты Причем Они Открыто Прямо Говорят Зеленский Заявил Это Вчера Что Теперь Пришло Время Говорит Об Об Авиации И Дальнобойные Значит Этих Самых Системах Если Мы И дальше Будем Говорить Да Им дадут Все Вопрос Другом Дадут Им Тактическое Ядерное Оружие Или Нет Что Мне Подсказывает Что И до Этого Дойдет Если Мы Наконец Уже Не Захреначим Так Как Надо Ихреначить В Будут Только Слова О Красных Линиях И Об Ударах По Центрам Принятия Решения А Не Будет Решительных Действий И ударов По Центрам Принятия Решения То Ясное Дело Запад Будет И дальше Продолжать Действовать В таком же духе Таким же Образом Конечно Нам Нужно Переходить К Асимметричным Действиям Переносить Борьбу На территорию Этих Государств Я имею ввиду Сейчас Не военную Борьбу Чтоб Меня Правильно Поняли Я не Сторонник Нанесения Ядерных Ударов По Стоунхеджу И Я предлагал Не ядерные Удары По Стоунхеджу Носить А дойти До Стоунхеджа Ну Вы же Помните Как Британская Пресса После Ваших Слов Кинулась В ужасе Обсуждать Этот Вопрос Вот Но Опять Таки У нас Есть Огромный Богатый Опыт Действий Асимметрично Действий По сути Дела Подрывающих Стабильность На территории Других Государств И если Нам Официально Объявлена Война Что сделала Анна Лена Бербак Да И что действует И как Собственно И происходит На практике То конечно Мы должны Уже Переходить От слов К делу И заниматься Массой Вопросов Которыми Мы раньше Считали Ну так Не принято Ну вот Как же Так Мы же У нас Есть Дипломатия Мы должны Убеждать И так далее То есть Мы видим Убеждения Не работают Мы видим Что все Наши Благие Пожелания Призывы К миру Остаются Неуслышанными На западе Нас все равно Представляют Как зло Вы видели Мир объединяется Против зла Империя зла Вы помните Чей это термин По отношению К Советскому Союзу Мы для них Таковыми Остаемся Мы для них Таковыми Были на протяжении Многовековой Нашей истории Совершенно верно То есть Именно поэтому Грэм Валенса И прочие И же с ними Они так и говорят Исторический Шанс Вот я подчеркиваю Это же Они прямо говорят Вы можете Отомстить За все За За Бородино Помните Как Резников Цитировал Министров обороны Собравшихся В Рамштайме За Бородино За Что там еще За Полтаву Ну и Немцы подмигивали Ну за Сталинград Соответственно И за Курск Так что Вот они Теперь считают Что Вдруг у них Возникла Историческая возможность Нас А я хочу Повторить Историческую возможность И отбомбиться По Берлину Вот Я о чем и говорю Я Я считаю Что мы еще Не дошли до этой стадии Я считаю Что давно дошли У нас Есть ядерная концепция В этом смысле Но Владимир Владимирович Вот перед тем Это Вы знаете Перед тем Как говорить о ядерных ударах По Берлину Стоунхеджу Не важно А я не про ядерные сейчас удары Я хотя бы обычное вооружение Сейчас я понимаю Про удары Да Я считаю Нам для начала Надо выйти из договора О запрещении Проведения ядерных испытаний Да Согласен На сто процентов Об этом много говорил Мы рефицировали А они нет Да Согласен с вами Да и вообще Надо выйти из всех договоров Полный контакт С Владимиром Соловьевым